Меня зовут Максим Мельников, и я хотел бы сегодня с вами поговорить о логах. В каким направлениях они развиваются, что мы с ними делаем, и зачем они нам нужны, и как сделать так, чтобы они стали нам нужны. Какие красивые, длинные логи. Да. Итак, вопрос первый. Кто читает логи? А кто пишет скрипты, которые читают логи? А кто пишет... Ну, я хотел... Писателей больше. Да, писателей больше. Это отлично, на самом деле. А при написании логов, по написанию средств, которые читают логи, мы всегда постоянно сталкиваемся с проблемой, что эти логи, на самом деле, это сложно читать. Их сложно партить, они периодически меняются, у них меняются форматы, в них зачастую не хватает бизнес-информации, сейчас бизнес-информации мы теряем. Ну, текстовые строчки не меняются, и программистам это свойственно от версии к версии. Если программисты настолько не зрелы, их по делу нечего делать на моих системах? Ну, тогда начни с удаления линукс-кернила. Ну, а у них серьезно... Ну, логи или линукс-кернила, они... У них в логах добавлено, если что, не сталкивается. Окей. Так, проблема, которую мы первые сталкиваемся, да, когда мы генерируем логи. Мы часть информации теряем уже в этот момент. Чтобы сделать строчку каким-то образом читабельную для человека, а логи в основном мы придумывали и развиваем с тех пор, когда давным-давно, грубо говоря, человек еще был в состоянии читать логи. Мы заботимся о том, чтобы логи были человекочитабельными. Вот. В связи с этим мы зачастую не добавляем нужной информации. Так, вы говорите, там, возьмите кучку программ, да, которые пишут ваши логи и посмотрите, кто из них логирует время, а кто логирует монотоник время, а кто логирует пиды. Это далеко не все программы делают. Объем информации, который на самом деле процесс знает, он вот далеко не весь логирует. Вот. Также есть проблема с тем, что часть логов на части системы вы случайно можете увидеть локализованными. Вот. В таким случае, ну, грубо говоря, вам уже сложнее сориентироваться или ваши скрипты по автоматической обработке начинают страдать проблемами. Но также в Linux и системы логов, они проблемны с точки зрения мониторинга, вот, проблем, которые возникают на загрузке и при шедауне, да, какие-то проблемы. Вот. Sorry. Соответственно, как тут, как бы, заметила часть, что многие люди пишут скрипты, которые читают логи. Действительно, в последнее время становится тендером в связи с тем, что на одного администратора стало приходиться такое количество систем, что одному просматривать их глазами просто невозможно. Соответственно, мы пытаемся так автоматизировать. Увеличился объем данных, увеличился объем хранимой информации, увеличивается вообще вот этот вот набор. Тут мы, когда пытаемся это автоматически обрабатывать, мы начинаем сталкиваться со следующими проблемами. Первый, нет какой-то четкой структуры формата. Часть логов мы читаем одним способом, часть другим пишем различные регексы, попытаемся выживать из них инфу. Вот. Существуют системы, на самом деле, такие полуэнтерпрайзные уже, которые занимаются автоматической обработкой логов, но там люди фактически, ну, их нормализация, приведение в какой-то семантический вид, простите. Вот. Но они постоянно натыкаются на некоторые проблемы, связанные именно с обновлением версии. Но логи периодически меняются. Где-то программисту захотелось афографию поправить, и ваш регекс может уже не отработать. Вот. Вторая проблема есть, соответственно, то, что в современных логах очень проблемно по ним искать. Вооружившись грепом, мавком, мы можем сделать очень много, но объем информации, по которой вы должны пройтись, может быть просто сумасшедшим. У вас также информация периодически будет находиться, вы разделили по различным аппликейшнам, по различным логам. И тогда вам надо какое-то событие из нескольких аппликейшнов там сопоставить по таймстэмпу, да, по примерному времени. Тут опять возникает, ну, как бы проблема, много дополнительной рутинной работы. Абсолютно невозможно логировать, ну, проблемно логировать некоторые бинарные даты, да, там, грубо говоря, смарт какую-то информацию, еще какую-то бинарную информацию, которую периодически полезно получить, если вам там железка вернула какую-то ошибку с набором блоба, или там фирмари фирмари логи, зачастую проблемно как-то логировать. Ну, также существуют большие проблемы вообще, связанные с security, которые есть. Надо, ну, грубо говоря, по умолчанию и серьезно заморочиться для того, чтобы быть спокойным, что в ваши логи после взлома системы кто-то не влезет и просто не поправит, не потрет то, что интересно, или что-нибудь скроет. Вот. Ой, простите. Итак, что в Linux мы используем для логирования, да, в таком классическом варианте? Сизлог, ну, это то, к чему мы привыкли, то, что мы видим, то, что самое популярное. Вот. У TPNP, VTMP, собственно, системные файлики, некоторые у нас отдельный механизм фактически. Керни-кернир логов, ДМС, часто подмешиваемый фирмар отдельный фирмар в логи. Каждая аппликейшн периодически делает свои специфичные логи, вспоминаем мы там SQL, базы данных и так далее, которые вы, опять же, должны обрабатывать какими-то отдельными средствами. И еще жутко популярное следствие для логирования давно. Очень популярно. Ну, так происходит. Например, задайте себе вопросом, куда пишет, попадает вообще информация, там создавал, то есть ADR, ваш сервис, ваших сервисов, которые вы запускаете в бэкграунде. Давно. Вот. Поэтому. Нет. А что такое консоль у запущенного сервиса? Где-то вдавну. Поэтому зачастую, когда мы занимаемся отладкой определенных сервисов, мы что делаем? Мы системные нет останавливаем и запускаем сервисы специальными параметрами, да, минус D и так далее, что поставляет, ставить у себя в бэкграунде, в консоли. И так, соответственно, люди задумывались тем, как бы это нам улучшить, качество обработки автоматизированной информации, как сделать все унифицированной, придумали следующую штуку. Основа, как бы это сделано, грубо говоря, по дизайн-документу товарищей из Кернил Тима и систем Тима Ритхата, да, там, Ленат, так называемая Ленат, это компания. Но, грубо говоря, речь идет сейчас не только про систем Д, речь идет и, собственно, про проект Ламберджек, который, грубо говоря, на систем Д абсолютно не завязан, в котором они занимаются абсолютно логичными вещами и это пытаются унифицировать как бы по всем нашим системам. Короче, идея в чем? Надо отделить и оставить в сторону вообще часть, которая сейчас понятна компьютеру, человеку. Это просто вот строчка с текстовой информацией, сообщений. Отделить, отдельно в сообщение добавить там уид. Это тот самый тип, по которому по нашим сообщениям мы будем легко находить. Да, мы помечаем какое-то сообщение уидом, вот, какой-то определенный тип сообщения, потом по логу нам найти конкретный тип сообщения в зависимости от форматов, в зависимости от изменений очень легко, чтобы там программист не менял в орфографии и так далее. Вот, возникает даже мысль о том, что логию теперь можно локализировать, да, то есть, многие люди не знают английского, которые пользуются Линуксом, и многие хорошо было бы видеть там на родном языке, а ваше средство уже в автоматической обработке опиралось бы на уид. Вот, соответственно, еще часть набора бизнес-логики, которую мы хотим хранить отдельно, вот, ее тоже как-то хочется вот залогировать, не теряя информацию о том, что за что отвечает, чтобы не надо было эту строчку партить и помнить там, у нас, грубо говоря, каждая строчка помечена различными каким-то синтаксисом, преформативным, чтобы поделить вообще в одном и различных местах программы хранение похожей информации там, одной от другой. и желательно расширить все системные информации, которые нам обычно логировать лень. Вот, здесь я написал маленький пример на использую систем ДЛИПЖОРНАЛ, который логирует, как бы, информацию там простой программки. Здесь программка что делает? Мы рандомно увеличиваем ИИЖИ, ну, совершенно рандомно, и хотим сохранить влог, там, как упрощенный пример вообще, то, какие у нас значения ИИЖИ применил, для дальнейшей отладки, там, изменений. Если мы в какой-то момент захотим узнать, действительно, у нас была ситуация, когда И равно 3, ИЖ равно 15. Вот, соответственно, журнал сент, одна из функций, которая занимается логированием, в фарформарте примерно такое, это массив принт в строк, ну, принт в формат сообщений, но он тут не один, а массив, то есть сначала описывается одно сообщение, описывается формат, потом следующее, там, третье, четвертое. Это все, грубо говоря, с точки зрения логики, является key value значениями, message, текстовая строчка, message ID и ИИЖИ, вот, фактически влог, они, мы потом посмотрим, попадают как отдельная информация тут, опять же, помню, SD Journal Send, вот, как просто отправляем лог, ну, здесь видно, мы логируем message ID и ИИЖИ, и, собственно, все. Вообще говоря, существует в данной библиотеке множество механизмов логирования, которые доступны, принт это из разряда, если вы захотите сохранить только одну, ну, не массив key value, не дикт, а просто ключ значения. Вот, из интересного также можно зачастую взять и какой-то поток взять просто и отстримить влог, там, например, вот SD Journal FD, ну, грубо говоря, это то, что вот в данный момент есть и с чем можно пользоваться. Вот, то, чем пользовался предыдущий промент, это вот это вот Journal Send, Synthel Signature, вот этот массивчик. У остальных функций printv, printv, они больше привычны для логирования, потому что на строчках влог попадает просто информация о том, об одном безназначении key value. Сейчас мы это посмотрим. Итак, подумаем сейчас немножко о том, как мы читаем логи. На самом деле, при автоматической обработке хочется иметь различное количество для форматов. Где-то распарсить, а где-то увидеть стандартный JSON для многих, где-то увидеть стандартный XML, где-то увидеть все-таки формат в стиле кат и follow, для того, чтобы увидеть стандартный, вообще, грубо говоря, привыкночный человек, увид, зачастую, и люди читают логин. Вот, совершенно четко и ясно, что для человека и для компьютера нужно вводить различную информацию, вот, она может быть полезной к человеку, если он вносится к более системной информации, но, как правило, текстовые строчки все-таки глазами достаточно, но дополнительные. Также интересный вопрос, который нужно будет порешать, если вы, как бы, обрабатываете большим приемом, это как сделать эффективный по ним поиск. Вот, собственно, в SystemD единственный вариант, который они придумали, ну, фактически сейчас реализован, это хранение всего, всех логов, там, специализированный, такой, такой, новый скейли или о базе данных в бинарном формате. На самом деле, не они первые хранят данные в бинарных базах, вот, со слов с NG и прочие такие интерпризные или заточенные под интерпрайз системы логирования, зачастую тоже используют базы данных и нормализуют в них свои данные, то есть, текстовыми логами и лединами, многие с этим уже сталкивались. Здесь пример того, какое сообщение, может, попадает в лог, вот, из нашего вот этого примера. Вот, на что хотелось обратить внимание, вот отдельно логируются и ИЖИ, вот, и здесь вот в запрос сделан, мы по нашему логу, здесь выводится одно сообщение, просто ищем все сообщения, у которых ЖИ равно 2. Обращу еще раз внимание, мы в данном примере ищем по логу сообщение, ищем его по нашему бизнес-параметру. Вот, на самом деле ищем мы по PPC Value, за счет этого поиск эффективен, он работает за, там, логарифм от N, и не возникает проблем с тем, что происходит долгий процесс, или если у вас там накопилось 100 гигабайт логов, достаточно быстро это все найти. Вот, обращу внимание на то, какую дополнительную информацию мы залогировали, да. Впитывает гид, это понятно, это еще интересно. Зачастую люди не логируют, а на ванн-плеоплатке уже потом оказываются жутко важные информации такие, как, например, CMD Client, вот, команда, как бы, команда, вот, экзампл запущенный, units, групповские, если имеют значение, source, realtime, timestamp, это, грубо говоря, когда приложение отправило сообщение в лог, из время, когда оно попало в лог, поскольку отправляет и пишет в лог различные процессы, зачастую вот важно иметь оба времени, чтобы понимать, когда что уходило, когда что приходило. Монотоник время, время иногда вообще течет неравномерно, и если отлаживать, там, проблемы с НСП или проблемы с тем, что у вас, вам кажется, что они возникали из-за того, что менялось время, да, может быть жутко полезно. Транспорт, каким оно попало, вот, то есть, здесь продемонстрировал то, что огромное количество информации мы, на самом деле, часто не логируем, а при отладке она оказывается полезна. Систем Д, фактически, и подобные системы берут это на вас, на себя. Они, как я уже показывал в примере, я всего этого, как бы, половину этого не логировал. Оно само залогировалось, и тут жутко полезная информация. Систем Д, в частности, поскольку он работает на самом системном нижнем уровне, он часть, третья часть информации следит и умеет ее понимать, и, собственно, ему можно доверять в том плане, что он это сохраняет. там, грубо говоря, не может аппликейшн подделать эти параметры. Их, грубо говоря, логирует в системе Д. Следующая немножко информация, то, о чем я говорил, про логирование вдовну. Ваши сервисы, которые, вот если вы запустите в фейреграунде все, они пишут огромное количество информации, такой отладочной, неотладочной, иногда полезной, иногда нет, но они ее пишут. Терять ее на всякий случай, наверное, тоже не стоит. Здесь аналогичный пример, но уже систем в приложении Дебаз, примером того, что он игнорирует добавление к какой-то PCI устройства. Ну, это у меня на лаптопе, включаем-выключаем, там, Wi-Fi, вот таким вот образом он реагировал. Опять же, здесь четко видно, если вы используете какие-то System D или C-группы, откуда было это запущено, как это было запущено, где возникает приоритет и так далее. Но то, что мы видим здесь, это на самом деле функционал System D, когда он все вместе следаут из ТДР демонов преобразовывает, собственно, на блок сообщения, чтобы они не терялись. Вот. Ну, дополнительную информацию, где можно почерпнуть, можно поговорить со мной, есть, кто будет искать, можете поискать, есть специализированный документ, на котором был описан дизайн и журнал Д, да, как средство хранения логов, где можно получить информацию еще больше. Ну и по System D. Вопросы? Да. Можно не использовать...